Друзья, добрый день! Меня зовут Андрейка Алёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение». И сегодня мы поговорим об ошибках на сыроедении. Ну, конечно, ошибки существуют, и они не просто от незнания, а от невозможности подготовиться правильно к сыроедению. И зачастую люди теряются в сыроедении, совершают много ошибок, и поэтому просто-напросто сходят в сыроедении. Давайте поговорим об ошибках на сыроедении. Первая ошибка – это мгновенный переход. Как поступают большинство сыроедов? Вот лёг спать ещё, ну, барюноедом, да, как минимум, а ещё лучше всеядным. А с утра проснулся сыроедом, и начинают люди искать пути к сыроедению. Естественно, резкий переход, он недопустим. В силу того, что сохранились ещё вкусовые пристрастия, которые человек не знает, как удовлетворить на сыроедении, потому что он просто не знает, какие существуют блюда, что существуют абсолютно идентичные по вкусовым характеристикам блюда сыроедческие, к тем блюдам, которые он привык кушать каждый день. Да, всё достаточно просто. Блюда нужно готовить таким образом, чтобы удовлетворить именно в первую очередь вкусовые свои пристрастия, потому что польза, очищение как энергетики, так и организма уже наступает с течением времени на сыроедении. Но в первую очередь, чтобы просто не сорваться, чтобы просто не было состояния, что человек себя заставляет быть на сыроедении, нужно, конечно же, постепенно переходить на сыроедение. Вот есть такая методика, что ли, или правильный метод перехождения на сыроедение, это процентное сыроедение, когда постепенно, сначала исключается, например, мясо или рыба, потом, например, хлеб или какие-то вредные сладости. То есть постепенный переход на сыроедение, он позволяет исключить из рациона нежелательные продукты и нежелательные блюда, которые мы исключаем не просто, вот мы с этого дня не едим, а просто потому, что на сыроедении мы нашли что-то более вкусное, что-то более интересное, и то, что дает нам еще более приятные ощущения, как энергетические, так и вкусовые. Хорошо, когда мы переходим на сыроедение, у нас проблема следующего характера. Вторая, да, причина, вторая ошибка, это салатное сыроедение. Я его так обозначила, потому что люди, переходя на сыроедение, не зная, опять же, блюд, не зная методик сыроедения, не зная подводных камней сыроедения, начинают питаться исключительно салатами, да, но проходила сама, знаю, что долго это не продлится. Если у вас нет твердой убежденности, что сыроедение – это ваше второе «я», нет твердой убежденности в том, что на сыроедении не просто возможно выжить, а жить можно приспокойно, тогда вы, ну, как бы человек бросает сыроедение, да, а если все-таки он понимает, что долго на салатной терапии находиться нельзя, но постепенно выходит на правильное блюдо и тем самым укрепляется в сыроедении. Поэтому вторая ошибка – это салатная терапия, да. Мы должны сразу при переходе на сыроедение простраивать свое меню таким образом, чтобы оно было разнообразным, и в силу этого у нас будет желание быть на сыроедении. Нам не будет скучно, мы не будем тосковать по тем блюдам, которые у нас были до перехода на сыроедение, и это будет очень верно. Третья ошибка. Вот люди забывают, что на сыроедении – это не аскеза, да, быть. Быть на сыроедении – это не аскеза. То есть ошибка в том заключается. Третья, что блюда зачастую просто порезанные овощи или фрукты, и это блюдо недостаточно вкусно. То есть изначально сыроедение должно быть вкусным. То есть не как экзотика – один раз приготовил салат, или один раз выпил коктейль, или еще что-то сделал один раз. Это должно быть просто рационом питания. Таким, как вот вы привыкли в обычной до сыроедения жизни. То есть вы спокойно готовите вкусную изначальную еду, которая и позволит вам удержаться на сыроедении. Зачем возвращаться на вооружение, если здесь вкусно, да? Это третья ошибка. Четвертая ошибка – недостаточность объема и веса питания. Вот понятно, что кушать много, переедать – это не полезно, но первое время, когда организм будет просить и просить и просить вот этой сырой пищи, потому что, во-первых, есть желание, да, организм насытится правильными ингредиентами, правильными витаминами, минералами и так далее, и будет постоянно хотеться кушать, да, это первый аспект. Поэтому, конечно же, вот как только захотелось кушать, надо есть. Вот гуру сыроедения там рассказывают о том, что вот, на сыроедении постоянно хочется есть и так далее. В мифах о сыроедении, да, у меня есть видео, мифы о сыроедении, я указала тут факт, что хочется кушать в силу гельминтов, да, потому что не выведены гельминты. То есть мясо ушло, и гельминты остались, которые питались мясом. Соответственно, человек изнутри едет гельминты, и он постоянно просит еды, да, его психика просит еды, но просто потому, что иначе его заживо съедят. Поэтому, если вы переходите на сыроедение, конечно, ну, нужно этот момент учитывать и просто-напросто брать и исключать гельминтоз из своей жизни. Как? Опять же, видео на моем канале «Чаровное сыроедение». Посмотрите лечение гельминтоза, и вы там все увидите. Вот. Соответственно, порции должны быть такими, чтобы вы наелись. То есть не объелись, не переели, а просто-напросто наелись. Да, если это нужно повторить раз там в час, раз в два часа, раз в три часа, пожалуйста, ешьте, потому что организм в данный момент, он избавился от пищевого лейкоцитоза. У него есть возможность вздохнуть, наконец-то набрать силы. Поэтому, пожалуйста, не ограничивайте себя. Когда вы уже стабилизируетесь на сыроедении, гармонизируете свой пищевой рацион, все. С этого момента можете выбирать количество и качество, и весовые все эти вещи, самих блюд, так, как вам угодно. Да, там уже экспериментировать, делать больше, делать меньше. Но в данный момент четвертая ошибка заключается в том, что люди недоедают. Они себе ограничивают вот этот момент по объему и весу питания. То есть вы должны быть сытыми, потому что сыроедов зачастую ассоциируют с какими-то голодными, вечно голодными существами, которые как просто без остановки, да, что-то едят. В принципе, в принципе, это правда первые, ну, 3-4 месяца, может быть, полгода максимум. Потому что просто люди не понимают, что это норма. Да, то есть организм ваше вздохнул, он хочет нормального питания, которого он и просит. Поэтому здесь не нужно стесняться, просто выводим гельминтов, чистим межклеточное и внутриклеточное пространство от паразитов, вот, и кушаем в свое удовольствие. Следующее. Вот мне бы хотелось отметить тот факт, что вот на сыром питании некоторые сыроеды отмечают, что что-то происходит с зубами. Ну, с моими зубами все в порядке, во-первых, на основании того, что я постоянно их чищу, да, после каждого употребления пищи. Но следующая ошибка заключается в том, что люди не полощат рот, не чистят зубы сразу после употребления сырых блюд. Почему это так важно? В сыром питании очень много органических кислот, которые, естественно, если они не покинули полость рта, они будут разъедать эмаль, они будут тревожить застарелые какие-то вещи с зубками. Поэтому, конечно же, после каждого употребления пищи сырой обязательно полоскать зубы. А еще лучше прямо вот взять органический порошок, да, то есть есть у нас травки, мята, мелиса и куча всяких полезных травок. Мы просто пропускаем их через кофемолку и вот этой пудрой мы просто можем прочищать зубки. Это очень-очень приятно, это и вкусно, и полезно. Поэтому, конечно же, после каждого приема пищи нужно чистить, полоскать рот. Дальше, вот я слышала, даже вот знаете, когда изучала момент по ошибкам в сыроедении, да, многие блогеры пишут о том, что вот масла там нажимают на орехи, нажимают на маслянистые какие-то продукты типа авокадо. А я наоборот говорю, ребята, вы должны есть орехи. Пусть даже там какой-то избыточный коэффициент белка, неважно. Тем более белка на сыроедении не бывает много, да, потому что белок это вообще залог всего, да. Вот. В силу этого вот масла, отсутствие масел в достаточном количестве в организме человека, это серьезная ошибка, серьезный недочет. Поэтому в обязательном количестве, в обязательном порядке нужно кушать много масла, именно масла, в котором много омега-3. И я в каждом практически видео с вами говорю об этом. В силу того, что вот омега-3 это вообще строительный материал для всех гормонов, терморегуляция в организме осуществляется, да. А если гормоны у нас жироподобные, и они строятся, соответственно, в большом количестве на омега-3, да, полиненасыщенной кислоте, у нас гормональная система может разбалансироваться. Соответственно, нужно кушать масло омега-3. В том числе масло омега-3 помогает строиться вот этой оболочке клетки, да. То есть если нет омега-3, то что получается? Вот у нас с организма начинаются большие проблемы. Поэтому масла нужно кушать много. Теперь какое количество? Значит, ситуация такая, что минимум 100 грамм за один прием пищи. То есть у вас первое-второе, да, как минимум, и вы распределяете это количество пищи, и у вас получается в принципе нормально. Но вот этого масла нужно кушать много. Дальше. Среды абсолютно перестают пить воду. Но это смешно говорить о том, что если вы не фрукторианец, да, вы не исключительно сидите там на арбузах, на мандаринах, на чем-то водянистом, да. А именно вот просто на сыроедении. Я с 19 лет на сыроедении, это уже больше 10 лет, да, уже больше 14 лет на сыроедении, я могу сказать, что без воды нельзя. То есть все равно воду надо пить, и воду надо пить часто, особенно летом, чтобы пополнять свой организм влагой, это обязательно нужно делать. И на сыроедении вот я, ну вот кто меня видел, я в общем-то нормально выгляжу. То есть я не 40 килограмм веса, я себя не зажимаю в воде. Вот большинство сыроедов, они просто вот такие вот, просто вот кожа до кости. Это как раз из-за того, что они не едят масла в достаточном количестве, да, не употребляют орехи. Хотя многие сыроеды отмечают, что за счет орехов там пища сыроедическая становится тяжелой. На первом этапе, да, на сыроедении особенно, все это кушайте и даже не слушайте никого, потому что вам расскажут. И после того, как вам это расскажут, вы становитесь вот такой. Поэтому пьем водичку, кушаем орехи, едим масло, да, то есть питьевой режим обязательно нужно соблюдать. Следующее. Вообще, одной из ошибок сыроедения является то, что люди не понимают, зачем они переходят. Из-за этого они просто уходят сыроедении. Поэтому в обязательном порядке вы должны перед переходом на сыроедение определиться, для чего вам сыроедение. То есть что вы вообще хотите. Это построение, это философия вашей жизни, это очищение организма, это настройка на какие-то высокие частоты энергетические. То есть зачем? Потому что если у вас нет целевой, целеполагания, да, то есть цели, вы так или иначе неправильно сыроедите. Потому что у нас ситуация какая? Человек, когда не достигает своей цели, он не удовлетворен. То есть у него нет понимания вообще, ну, что он делает. Поэтому, чтобы вот это внутреннее удовлетворение от сыроедения приходило, обязательно стоит определиться с целью. То есть зачем? Потому что если вы, ну, вот определились, все, вы галочку ставите, да, сыроедение-то круто. Если вы галочку эту не поставили, то для вас сыроедение-то будет просто проходящий момент там, либо экспериментом. И, конечно же, последняя ошибка на сегодня, которую я хотела бы сказать, это отсутствие движения. Я каждый раз говорю, что сыроедение – это не состояние, да, вот когда вы сидите в пузе лотоса, больше ничем не занимаетесь. Это обычная ваша жизнь с каким-то уклоном философии, да. То есть философское течение – это однозначно, это не просто система питания. Движение должно быть, активность. Не нужно вот ходить как бы в состоянии таком полусонном. Сыроедение – это движение, сыроедение – это жизнь. Поэтому двигайтесь, запишите себя в спортзал, там, на акваэробику, там, плаванье, что хотите, баскетбол, волейбол, что вам захочется. Потому что на сыроедении все равно движение должно быть. Зачем оно должно быть? Вот смотрите, в сыроедении первые, особенно 2-3 года вы будете чиститься. То есть у вас будут выходить и камни, и шлаки, и токсины, и мазута – это из кишечника, которая накопилась от денатурированных жиров, да, вот на которых жарили, все это парили. Вот. И чтобы это выходило дополнительно, у вас должна быть организована подвижность в жизни. То есть вы должны вести подвижный образ жизни. Через кожу это будут выходить токсины, это будет через дефекацию и так далее. Но в любом случае движение должно быть, чтобы как раз организму дать вот этот старт к очищению. Все, дорогие мои, я много чего наговорила, но я думаю, что многое из этого вам было полезно. Подписывайтесь на мой канал «Чаровное сыроедение». Проходите по ссылке под этим видео мой блог Андрейка Алена. Хорошего вам вечера, или утра, или дня. Хорошего настроения и доброго здравия.